всем привет сегодня мы с вами будем готовить тирамису по моему рецепту показываю этот рецепт как вариант я буду готовить так вы можете взять для себя что-то можете переделать что мне для этого понадобится мне понадобится у меня есть такая керамическая форма глубиной наверное сантиметров 7 я выстелила пергаментом чтобы потом со дна не отдирать остатки форма керамическая можно легко повредить или разбить поэтому мне так будет удобнее я выстелила пергаментом посуда у меня вот такая вот довольно глубокая широкая какая-то емкость для того чтобы обмакивать печенье в кофе кофе растворимый нам нужен у меня здесь две чайных ложки я буду сейчас я его растворю и в остывший кофе мы будем обмакивать печенье я буду для начинки для крема скажем так я буду использовать творог не сладкий йогурт у меня есть желе буду использовать для присыпки какао сахар и само печенье у меня вот такое вот у меня 400 грамм не знаю пойдет все или нет посмотрим думаю что все в эту форму не войдет давайте приступать сначала что нам нужно началом нужно растворить кофе всего жидкости нам нужно будет чашка 250 миллилитров я думаю 250 300 миллилитров я думаю нам будет достаточно кофе завариваем крепкий а да еще нам нужно будет молоко вот такое вот желе здесь написано на 250 миллилитров на стакан хорошо теплого молока вот эту всю емкость нам нужно развести горячего даже и смешаю с творогом и здесь у меня 250 грамм творога и пол литра йогурта но скорее всего он пойдет не весь посмотрю по консистенции как у нас получится по объему и сахара конечно даже добавим все приступаем завариваем кофе растворяем желатин и будем смешивать его с творогом и с йогуртом я возьму чашку у меня здесь где-то 300 миллилитров жидкости налью сюда не знаю приблизительно одну треть выливаю сюда размешиваем сахар мы сюда добавлять не будем потому что сахар будем добавлять в крем это первое во вторых у нас само печенье идет в сахаре поэтому сахар у нас будет оставаться здесь так еще у меня здесь долила две трети кружки воды и я думаю теперь когда кофе растворилась можно нам теперь перелить в емкость и смешать чтобы долго не ждать наверное не буду всю воду выливать где-то пол чашки наверное вот наш творог я его достала из упаковки здесь 250 грамм у нас обычный 8 процент на не сладкий творог что нам нужно теперь нам нужно добавить сюда йогурт сейчас я делаю это на глаз я думаю половину нам точно надо добавлять смело а там будем смотреть полстакана думаю еще нужно будет пока не буду сейчас мы добавим сюда сахар сахар добавляем на глаз по вкусу как кому нравится у нас здесь чехии придается творог который немножко кислит и горчит если добавить мало сахара поэтому я сахара добавляю смело не жалею иначе будет потом невкусно можно по вкусу добавить сюда еще ванилин теперь нам нужно это все хорошенько перемешать попробовать на вкус нагреть молоко возьмем ту же чашку нальем 250 миллилитров молока доведем до горячей температуры его и растворим вот это желе у меня прозрачное желе можете конечно же взять желатину у меня вот у кого прозрачное желе растворим подождем пока остынет и смешаем вот это вот все вместе естественно попробуем на вкус чтобы была в меру сладкая и уже будем приступать к сборке я взяла приблизительно 220 миллилитров молока нагрела его здесь у меня хорошо теплое молоко отлила часть молока и очень сильно его нагрела в инструкции у нас написано что надо варить одну минуту но я маленьком количестве молока очень горячим разведу вот это все содержимое сейчас размешиваем чтобы меньше комочков было на ту же пленочку здесь всыпаем постепенно размешиваем чем в меньшем количестве молока мы разведем тем больше вероятность того что у нас не получится тамков потом мы это соединим вот уже набухает этот желатин который видите какой густой получается вот такая у нас однородная масса получается теперь мы соединяем с этим молочком значит я долила еще молочка потому что почти полная чашка 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 это на 300 миллилитров вот практически 300 миллилитров потому что плохо растворяется в теплом молоке вот комочки буду еще греть и придется нам подождать пока это все остынет до теплой температуры творожок у нас я перемешала с сахаром и с йогуртом сюда мы будем позже добавлять молоко с желатином вот однородная масса вот такая у нас получилось потому что творог у меня не зернистый поэтому все довольно просто если у вас зернистый творог нужно либо через сито его пропустить перетереть либо попробуйте взбить миксером в принципе если будут попадаться комочки от творога то ничего страшного просто на эстетический вид как бы влияет на вкус это не влияет подготовим пока печенье достанем его из упаковочки меня вот такой фирмы печенье покупала в виду почему-то пахнет халой мне я подготовила печенье молоко у нас уже подостыло будем соединять его с основным нашим кремом вливаем и перемешиваем я делаю крем очень сладким потому что ну плюс печенье плюс еще вот молока я добавила без сахара как раз это уравновесит сладости будет в итоге в меру сладко и хорошо я имею ввиду йогурт вот с творогом я делаю очень сладким чтобы было быстрее возьму-ка я вот такой инструмент значит начинаем собирать наши кофе печенюшки обмакиваем считаем до трех считаем до трех и выкладываем форму окунаем 1 2 3 напомню кофе у нас без сахара печеньки наши вот посыпаны сахарком сейчас заливаем кремом сверху и снова выкладываем печенье печенье главное не передержать потому что если чуть-чуть передерживать уже начинает рассыпаться в руках ну вот кофе нам как раз сверху теперь заливаем кремом последний слой нанесли кремом все разравниваем и отправляем на несколько часов в холодильник после чего присыпаем какао вот такой вот тирамису у меня получился сейчас будем пробовать и Субтитры создавал DimaTorzok